Новый год в Кремле. Сегодня около сотни школьников Новосибирской области вылетели в Москву на президентскую елку. Знакомство с главой государства, экскурсии по столице и многое другое ждет ребят в ближайшие три дня. Проводил счастливчиков и мой коллега Борис Каргенеков. Алина Останина из Северного района учится в седьмом классе. Девочка победительница районных и областных олимпиад. Честь поехать на президентскую елку заслужила. Мама Алины сегодня как на иголках. Волнуется и гордится дочкой одновременно. Как только ее кандидатура прошла, конкурс на отбор, с тех пор и начали волноваться, потому что впервые такое, так далеко, одну. И честь такая большая, конечно, переживаем. Я хочу завести много друзей, побывать на Красной площади, увидеть президента вживую. Таких счастливчиков, как Алина от нашего региона 81, убирали самых талантливых в учебе, спорте и творчестве. Также на елку в Москву отравляются дети, сироты и ребята из многодетных семей. Перед вылетом все обязательно проходят медобследование. Достаточно серьезные требования, формальные, так скажем. Эти дети должны быть обязательно здоровы, эти дети должны быть привиты, иметь справки допуска от врача, что он может участвовать в этом мероприятии, перевести дорогу. Вместе со школьниками едут 23 сопровождающих, полицейский и врач. За каждым взрослым закреплена группа в 4 человека. Денис – педагог опытный, возил ребят и в прошлом году на елку. Но признается, волнуется не меньше детей. Первый день они пойдут на две экскурсии. Это музей космонавтики на ВДНХ и второй – это музей Мосфильм, студия Мосфильм, где снимают фильмы у нас, передачи различные. Самые, на мой взгляд, интересные экскурсии. На второй день у нас елка 26 числа и поход в Измайловский парк, Измайловский Кремль. У меня волнение есть, я вот даже сейчас мерил давление, пульс немного сказали, что повышен, но ничего страшного, то есть справимся, все будет, отлично детей довезем. В Москве школьники пробудут два дня, вернутся 27 декабря. Вместе с фотографиями, эмоциями и воспоминаниями. Парис Киргенеков, Евгений Агеев, Новости ОТС.